А редкий разговор пойдет у нас сегодня, и разговор будет о гарантии. Да, вот многие возят мотоциклы, и не только, и многие продают. Да вот только что дали то, то есть вы купили скутер. Да, возможно он хороший, катал немало японских поп. И купили вы его аж за 27 рублей, и что дальше то? Вы пусть и не скоро, хотя некоторые достаточно скоро его размолотили, и что? Кстати, про скутеры. Их выпускают в больших количествах страны разные. А вот вам то, что производится в Тайване. Не каждому дано, но миру экстрима-то дано на эту продукцию выдавать двухлетнюю гарантию. Причем на все, что производится. Кстати, мне по большей части нравятся скутера большим объемом. На них как-то круче рысачить то. Просто в свое время в Турции таких не было. Хотя здесь и на мотоциклы, и на все то же самое двухлетняя гарантия. Кстати, здесь есть и променад для девочек. И то, что позволить могут себе в большей степени мужчины. Да, есть и ЦФ Мото. Итак, в чем же секрет вашей замечательной двухлетней тайваньской гарантии? Секрет в том, что Симы производятся в Тайване, но фирма сама по себе корейская. То есть, те запчасти абсолютно корейские собираются в Тайване. Это качество пластика, качество подшипников японских, которые ставятся от других брендовых фирм. Также лампочки, резина. То есть, все комплектующие этого скутера стоят корейские. То есть, за счет этого и получается такая большая гарантия, потому что техника качественная. Итак, ЦФ Мото также двухлетняя гарантия. Симовская техника имеет такую же гарантию. Но вот что возникает у китайских, допустим, скутеров? Если они ездят, зимой же машина не ездит, правильно? Правильно. То есть, отличие Тайване от Китая. Если на тайваньской технике в зиму оставить, допустим, бензин в баке и в карбюраторе не сжечь его полностью, то весной любой владелец уже сталкивался с тем, что не может завести. При разборке карбюратора выясняется, что от бензина образуется пленка. То есть, бензин разъедает алюминий в карбюраторе и образует пленку, которая покрывает карбюратор. И за счет этого не работает техника. С этой фирмой таких проблем нет. То есть, после долгого хранения мы спокойно их заводим, все работает, никакая пленка не образуется. То есть, качество металла, из которого сделано, гораздо выше, чем у других китайских аналогов. Давайте покажем все-таки, вот внимательно, и зрители посмотрят и скажут, а вдруг мы хотим что-то серьезное. Подойдите, пожалуйста, сюда и покажите. Если посерьезнее, допустим, рассматривать, вот скутера у них бывают 125 кубиков объемом, вот, а также делают мотоциклы объемом 125 кубов различных цветов. А если я хочу, допустим, покататься на серьезном мопеде? На серьезном мопеде, также производят, конечно, Макси-скутера с объемами 250, 300, 400 кубиков объемом. Вот, и машины будут уже, конечно, серьезнее, там, с АБС-ом будет система, вот, с печкой, с музыкой. Вот. И на этих машинах также я езжу два года? Также гарантия два года полностью на весь модельный ряд. А вот так вот клево я прокатился на тайваньском скутере, у которого, кстати, два года гарантии. Представляете себе, где же мне еще было прокатиться на таком агрегате-то? Если честно, то по Магнитогорску вот можно ездить летом именно на таких агрегатах. Потому что город Магнитогорск, это небольшая территория с севера на юг всего 12 километров. И средняя скорость перемещения мне на моих автомобилях, да не такая же большая, 40 километров в час. Поэтому, если вы ездите все вместе, то давайте ездить и на скутерах. Тем более, что можно сзади посадить еще и вашу девушку. И тогда скорость перемещения будет, ну, просто сверх великолепная. Так вот, что касается такой гарантии и качества перемещения. Пожалуй, единственное место, где это можно себе позволить, это Мир Экстрима. Здесь, на Галиулино 1А. Да, это правильно. Да, в мире Экстрима понимает, что везут правильные, везут-то ведь надежные. И почему нет-то? Дело в том, что Магнитка в данном случае может не кататься на том, в чем цена на 10 тысяч дешевле. То есть это не есть Япония, и там нет японского качества. Хотя, честно, я толком не понимаю, где качество в том, что производится для простого японского труженика. И чем это хуже полутора миллиардов китайцев и немалых тайцев и не очень малых тайваньцев, я даже не пойму, в чем там разница между индийцами или пакистанцами и вообще всем азиатским миром. Это я немножко понятно так объясняюсь то. Может, еще проще объяснить? Нам с нашими 135 миллионами населениями не учить надо, а понимать, как там живут-то и живут не бедно. И надо опять же понимать, кто в Магнитогорске держит-то гарантию. Кто? Дамир Экстрима. Вот кто. На Галиулина 1А.